Баба, не смущайте меня, блять, стоят две кольца, идите погуляйте где-нибудь, кактусы поешьте там, желуди пособирайте. Кстати, Рома Желудь, если ты меня смотришь и видишь, ты, может быть, полюбишь мое творчество и меня как личность? У меня есть подруга Анастасия, которая тобой дремлет уже три года, пожалуйста, приезжай в Украину, она тебя ждет. А сегодня у меня был замечательный день, я была в двух агентствах модельных и мне сделали снэпы. Я охренела от своих параметров, потому что у меня жопа, как у Ники Минаж, сто см. Я не буду говорить про другие параметры, потому что мне стыдно, у меня грудь восемьдесят девять, а живот у меня... Настя, сколько у меня там живот был? Семьдесят пять, блять. Баба, вы понимаете, скоро фэшн вик на носу. Кстати, я пропала на несколько дней не потому, что я конченая пи***а, не выполняю свои обещания, я занята. Понимаете, в моей жизни наступил тот момент, когда меня активно хотят. И теперь я бегаю на кастинге, многие в Украине модельные агентства захотели со мной сотрудничать. Но вы понимаете, что уже мне на уши не поездишь и лапшу, мивину я уже не люблю. И я теперь буду смотреть только на реальные действия. Потому что, дорогие мои, обещают многое, но я одна. Ой, как мылые мои. Короче, такая ситуация. Это просто смех и грех в одном лице. Пишут мне с утра вконтакте какой-то Золтан. Я хрен поймешь, кто это такой хуис-ху, как говорится, да? Пишут, ты хочешь в шоу-бизнес? Я такая, ну, блять, не знаю, да, наверное. Я хочу стать твоим продюсером, ты мне безумно понравилась, с тебя можно сделать охеренный творческий продукт и так далее. Он заваливается ко мне на работу, отводит меня куда-то в угол и говорит, ты хочешь шоу-бизнес или нет? Я с тебя сделаю суперзвезду, будешь петь. Я говорю, я петь не умею. Он говорит, ничего, главная внешность твоя, харизматичная. Я, короче, отказалась. Он мне такой говорит, ну, сколько ты получаешь в своем модельном? Где-то 100 долларов за проход? Ну, я такая думаю, ну, да, приблизительно так. А тут за один корпоратив будешь получать 2000 баксов. Ну, конечно, напополам все. Я отказалась. Он говорит, а ты знаешь таких певцов? Знаешь, что перечислять? Я ни хера никого не знаю, реально. С России, с Украины, кого-то. Я говорю, нет, 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 только пастуха одного. Ну, хрен с этим. Начал мне вечером писать, что шапик ноль, что ты с ним останешься в тени, что на хрен он тебе надо. Он начал переходить на личности. Вот, ты с ним ни хера не добьешься, а то тебе продюсер предлагает инвестиции, хочет тебя вкладывать. Отца пару раз вложения, блядь. Так вот. Ну, я же девочка не глупая, да? И предавать не умею. Я сразу все это пишу Александр... Ой, Сашу, шапику. Александр. А я шапик ненавидит, когда его называют Александр. Да, Таня? Сидят две пантеры на лугу, едят желуди. Кобылы две. Короче, уже начинают говорить, а потом я готов тебя вкладывать. Я говорю, я не верю, мне нужны действия с такой. Достают сотки фальшивые, не фальшивые, хер поймешь. И начинают ими шеверять. У меня уже девочки думают, он шо, дыбыл. Ну, короче, я понял, что и с ними лучше себя не связывать. Бери этот волос, Танин, сука. Раздражает, блядь. Вот они есть волосы, у меня нет волоса. Завидую, блядь. Белой завистью нахер ей. Ребята, я не знаю, что это за дерево такое, но оно мне пугает чуть-чуть. Тут какие-то личинки. Боже, я не хочу портить природу. Я не знаю, где мы находимся. В каком-то ботаническом саду. И тут какие-то личинки. Но, честно, это страшно. Посмотрите, похоже на эмбрион с какими-то хуйками. Идем с Настей по хрящатику и подбегает какой-то пацан взади. Взади или сзади? Сзади. Можно с тобой сфоткаться? Я хочу сфоткаться с трансухой. Он, короче, хочет сфоткаться с трансухой в Сиаруси. Девочка рядом его думала, ну, пацан или дебил, или Василек. Девочки. Тема называется хахали. Мужчины, хорошие мужчины, если вы не хотите Васю с перехода, делятся на три типа хахаленки, хахали и крокодайлы. Мальчики-мажоры, которых родители наградили большим достатком и которые вообще не парятся по жизни. Они могут принимать наркотики, тратить деньги на развлечения и на проституток. Они не будут Вас вкладывать до постели. Они покажут все свои понты, все свои прелести, чтобы Вас чпокнуть. А потом, как ветер в поле, ищи свищи этого чудака. Он знает себе цену, он следит за собой, и он типа метросексуал. Но не путайте метросексуала и гея. Это разные вещи. Сейчас все депутаты метросексуалы и все известные люди, которые крутятся на камере, метросексуалы. Второй тип хахали. Тип чуть-чуть сложнее. Это мужчины за 30 лет, умеющие красиво подкатить свои яички. Они знают, как тебя удивить. Что сделать для того, чтобы ты растаяла и раскрыла свою пятую чакру, оазиса. Они тяжелы на поступки в том плане. Они думают, что ты с ними из-за денег. Но это так реально и есть, бабы. Что тут греха-то есть? Они могут тебе ухаживать, но это по минимуму. Но если ты продержишься с таким мужчиной полгода, вот тогда он начинает тебя вкладывать инвестиции. Обычно это во внешность. То есть, что он хочет, он и лепит. Грудь, губы, ноги, от ушей. Все ему подвластно. Он сможет себя сделать такую красавицу, как Тимати с Аленой Шишковой. То есть, она мне безумно нравится. А они сами, блядь, не знают, чего хотят. У них в жизни есть все. От домов до маяков, до островов, до, я не знаю, там, воздушных шариков и лунопарков. Очень многие из них хотят мальчиков, похожих на девочек. Меня поражают эти мужики, честно. Вот все, которых вы знаете, оглянитесь, вокруг вас находятся мужчины. И что вы думаете, они нормальной ориентации? Ху**, которые строят из себя мачо-менов, и у них есть дети, жены и так далее. А на самом деле, им не хватает вот таких, знаете, экстримчика, и сцунуть куда-то свой ху**чик. Девушки, не смотрите, какая обвертка, если внутри гнилая шоколадка. А сейчас я закругляюсь. Я люблю вас, мои кобылы, потому что вы самые лучшие. И я, трансуха в Сеаруси Анжела, целую ваши плечи, и до скорой встречи, мои куколки. Мода. А я даже песню не знаю. Мода, 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 мода. Все. Мода, мода, мода. Мода, мода, мода. Мода, 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 мода.